что это мэри что это что это такое а это мило из разбышака шустрая шустрая спала на стуле и кошка где хочет там гуляет где хочет там и спит и милка так дети кто пойдет на улицу кто пойдет со мной на улицу пойдемте мэри точно пойдет а что стали выходим у нас дождь друзья всем привет у нас дождь был ночью а я думаю чем и мэри тормознула на выходе дождик прошел а тепло не холодно 26 октября сегодня вот такой лес в котором скоро возможно будут грибы будет ролик об этих деревьях скоро скоро уже буквально через пару часов да марюх мы с мэри вышли милка не захотела она и так до полночи гуляет да пойдем мэри обойдем усадьбу листьев сколько нападал вчера даже времени не было убрать и ворота не покрасил да марюш а все хотела выйти да все ну давай выходи опа то она обычно здесь раз и пошла туда все да марюш ты моя хорошая кто не смотрел вчера видео кто не смотрел вчера ролики опа красота буцифал в стойле вот так опять же кто смотрел вчера ролики много было высказываний за вот эти иголки которые я отгреб чтобы поставить шифонер ну очень на место я же в ролике говорил вы наверно не внимательно смотрите что все они вынесутся на на огород светлане наверно плохо посмотрели просто не было вчера такой задачи еще с иголками носиться вчера была задача просто поставить загнать квадроцикл спокойно чтобы он стоял в гараже под навесом поэтому ну сегодня уберу иголки просто была задача распределить определить все расставить столы холодильники диваны и все остальное вот так кто-то писал зачем ставить лучше подметите пол я не могу понять или это вы не поняли как подмести пол если вот это и есть пол там снизу просто ничего нет ни дерево не короче не дерево не бетона не стяжки ничего это и есть пол что же его подметать то нету полу поэтому как есть так есть в этом году никто делать этого не будет по причине времени нет и и финансово нет если честно на это дело ну ничего страшного пусть так становится но станет и станет можно у меня есть шахтная резина вот здесь постелить резину и будет заезжать на резину вот как то так советовали мне спасибо большое сейчас покажу расскажу советовали сделать два комментария и мне даже в личку написал товарищ вот здесь ворота сделать здесь ворота сделать если пишет говорит будет заходить по балкам смотрите высота машину вот это она высокая вот если я руку вытягиваю и еще на так приподнимусь как говорится на цыпочках да тогда я только достаю до верха а балки в гараже пойдемте покажу гараже вот видите то есть если я вот так на цыпочках то я достаю до верхней части очень получается если вот эти балки убрать когда машина зайдет только если их убрать но опять же эти балки принципе ничего не держат они сделаны для того чтобы подшить крышу а так на них ничего не держится даже ласточкино гнездо было вот так только убрав эти балки можно загнать автомобиля именно вот этот автомобиль высоких у него высокая крыша я когда дома был у меня гараж который был возле офиса но недалеко от дома изначально у нас была газель автомобиль и гараж строился под этот под этот автомобиль а когда купил после газели volkswagen вот этого высокого пришлось на два шлакоблока подымать гараж крышу подымал да такое было поэтому идея конечно если там поставить ворота было великолепное но опять же она осуществима и загнать сюда машину можно если убрать вот эти балки ну тогда не будет места квадроцикла я считаю все таки наверное оставить как есть и будет место для квадроцикла вот это конечно же все уберется эти холодильники тоже писали мне убери холодильники мыши и все остальное холодильники уберутся будет делаться еще гостевой домик морозилка будет ставиться в наш дом все это стоит временно друзья вы думаете я вот это поставил и теперь она здесь здесь навечно то нет же конечно это просто я вчера делал задачу освобождал место для квадрика все это уберется и можно расширить эти ворота просто и ставить легковой автомобиль сюда зайдет ну такой какой легковой сюда и газель зайдет по высоте сюда только не зайдет моя мой автомобиль который не стандартно высокий и с воротами тема четкая их можно поставить здесь с этой стороны и будет удобно заехал во двор вот так и задом сразу можно заезжать в гараж машина станет эти ворота даже можно оставить эти будут для квадроцикла эти будут для легковой автомобиль здесь по месяца гараж довольно таки большой все это если убрать она уберется рано или поздно были комментарии такие вот здесь диван стоит который будет стоять в гостевом домике вынеси все в гостевой домик зачем ты в гараже в гостевом домике все закрывается не будет мышей сейчас я вам покажу вот смотрите ну было бы куда наверно уже давно вынесли из гаража вот властевой домик как все здесь видите можно вынести было и вот в этот но здесь обстановка ситуация не лучше еще пишут люди вот это ты привез плюшкин хлама навез где вы это все хранили неужели у вас дома было 5 гаражей друзья у нас было 4 квартиры и не один гараж у нас и офис был мы не бедно жили и бежали мы не от бедности бежали мы от войны и если была возможность забрать все эти вещи которые наживались всю свою жизнь но почему было бы не забрать пишут от хава 3 4 4 холодильника у вас да у нас было 4 холодильника в каждой квартире по холодильнику и еще вот тот который для уличный который пишет там кто-то писал магазинный не он не магазинный был у нас на офисе стоял водичку охлаждал пиво поэтому смогли мы забрать мы забрали это память пригодится ну или не пригодится ну то уже будет видно потом я вчера показывал в конце ролика нам выслали две канистры отработки из днепра андрей выслал спасибо тебе большое и вчера я не позавчера я менял еще масло у себя в машине так что у меня есть 10 литров еще плюс ну как минимум 6 16 литров отработки так что у меня задача на сегодня в планах моих вывести иголки конечно же в первую очередь вывезу иголки дальше кое-какой инструмент начну переносить оттуда с той комнаты вот сюда раскладывать здесь отработкой начну помажу ворота и вот с той стороны забор и еще он доски видите белые и белые доски там еще за домом есть тоже пройдусь в общем я буду вам показывать ролики будут снимать для вас все друзья если кому-то вдруг не нравится вы же простите я не художественное кино снимая снимаюсь нашу жизнь как мы переехали из донбасса сюда полтавскую область село и не и не сельские мы люди но особо не судите строго спасибо за подсказки спасибо за комментарии доброе утро вот и кофе на улице дождь прошел но погода теплая теплая это как раз грибная погода и заморозка походу не было потому что ну не было ты ко мне ты моя ты моя красота душа моя сейчас тебя подняла надо мамы на подоконник хочет мэри вчера контролировала работу я уже сходил рассказал за иголки и за холодильник и за все мы вчера соседы комментарии читали просто какой-то трэш там творился они на на не услышали что я сказал все равно вынесем мы в этом году на на огород ну наверное не услышали ну я сегодня их уберу а ты что делать будет еще не придумала я понял вот ничего не делать и все было да ну да даже хочу открыть синоптик и посмотреть какая будет погода вот эти ближайшие посмотри ну смотри вот под метеофор даже не показывает что был дождь да ну дождь был небольшой наверное но был все-таки но температура 12 завтра 13 понедельник 15 ну тепло тепло вот дождики поэтому показаны с 31 по ну вот там пару дней перерыва ну короче в ноябре идут дожди вот оно утро нового рабочего дня хотя сегодня и суббота правильно правильно суббота сегодня работа не в проворот я знаю сельскую жизнь там правильно в комментариях пишут переставится еще и не один раз вы думаете то все поставили так оно будет далеко не так спасибо в любом случае за комментарии за поддержку за за все спасибо вам друзья ну бывают конечно такие вредные противные комментарии неприятные мне что делать всем добра здоровья и самое главное мирного неба любим и уважаем ваша журавлёва говори пока говори а мило пошла на улицу ты моя хорошая